Наладить быт солдат и офицеров вдали от пунктов постоянной дислокации, оказать первую медицинскую помощь, тыловое обеспечение – один из основополагающих факторов боеспособности белорусской армии. Сытно, удобно и тепло – эти три составляющие жизни военного, ведение службы тыла вооруженных сил. Обязанность тыловиков обеспечить личный состав всем необходимым, где бы он ни находился – на учениях, в плевом выходе или в части. Поэтому для повышения качества и знаний руководящего состава на базе 83-го инженерного полка прошел учебно-тренировочный сбор. Весь план боевой подготовки делается таким образом, чтобы перед началом основного мероприятия боевой подготовки создать условия и показать людям, еще раз, очередной раз напомнить, как это все должно выглядеть. Элементы полевого лагеря, средства подвозки горючего, содержание материальной базы и оборудование вертолетных площадок. На шести учебных точках офицерам рассказали, а самое главное – показали, как вдали от пункта постоянной дислокации – оборудовать быт военнослушащих, чтобы они смогли выполнить задачи по предназначению. Считайте, уже, наверное, 4 месяца мы готовились к этому занятию. Накладывает определенный отпечаток ответственности. Какие-то дела, конечно, мы немножко отложили. Ну, подготовились, я думаю, мы с честь эту задачу выполнили. Но, пожалуй, самым приятным моментом сборов стало присвоение звания полковники, вручение заветных погон командиру полка Александру Толерчику. «Разрешите, Александр Валерьевич, поздравить вас с этим прекрасным событием, прекрасным воинским званием, вручить вам погоны и пожелать вам дальнейших успехов». Лето – период, когда практически все соединения и части армии находятся в полях. Учения, тренировки, дневные и ночные стрельбы, служба обеспечения всегда работает в особом режиме. Ведь специалисты тыла, как никто другой, знают между комфортом и эффективным выполнением боевых задач. Прямая связь. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.